Запись. Всем добрый день. С вами брокерская компания KeithFrance. Меня зовут Дмитрий Шагардин и я представляю вашему вниманию наш традиционный дневной видеобрифинг Fresh. Напоминаю, что с расписанием всех наших мероприятий вы можете ознакомиться на нашем сайте www.brokerkf.ru и на нашем канале www.youtube.com.broker.akf мы выкладываем все наши видеозаписи, всех наших видеобрифингов. Там можете с ними и ознакомиться. Я сейчас предлагаю переместиться к рабочему столу и давайте обсудим последние новости, тенденции, которые двигают рынками. Так, ну про парам стандарт мы чуть-чуть попозже. Выходила сегодня утром очень плохая статистика по Китаю. Василий уже об этом сегодня утром говорил, но у нас с вами времени есть чуть-чуть побольше и предлагаю посмотреть более детально то, что мы сегодня с вами увидели. Напоминаю, что выходила статистика по торговому балансу сегодня у Китая и в общем-то ничего хорошего на самом деле не увидели мы именно за счет того, что по импорту были крайне негативные цифры полученные. Ну вообще по торговым балансам надо что сказать, что здесь велико влияние, это данные уходили за январь, здесь велико влияние того, что тот новый год, который китайцы обычно празднуют целую неделю, он обычно проходит в феврале, эта неделя на февраль попадает, но вот в 2019 году она попала на январь и возможно именно с этим были связаны те не очень хорошие ожидания по этим показателям. И мы увидели изменения по импорту снижение на 15% очень сильное и я предлагаю взглянуть на показатели импорта и прежде всего обращусь к данным по сырьевому срезу, потому что Китай является крупнейшим импортером в мире сырьевых товаров и это самым прямым образом отображается на стоимости этих сырья, нефти, различных промышленных металлов, которые влечутся за собой соответственно изменения динамики по акциям соответствующих секторов. Давайте посмотрим по коммодитис, что мы имеем. Что мы имеем по некоторым металлам. Так, по алюминию мы видим в январе резко сократил объемы импорта Китай, по меди, по алюминию. Соответственно мы можем сопоставлять с вами цифры по январю, по декабрю. Сейчас видите цифры выраженные в тысячах тонн. Довольно-таки резкое снижение. И у нас есть возможность с вами сравнивать соответственно данные по январю с начала 2011 года к 2019 году. Мы видим, что за этот период импорт меди увеличился на 13%, а алюминия снизился на 4%. По продукции по стали мы видим, что также в январе резко снизился импорт железной руды и в годовом пересчете он упал на 13%, на практически на 14%. Здесь ситуация прежде всего связана с охлаждением рынка недвижимости США, потому что 50% всей стали в Китае приходится на сектор недвижимости, который очень сильно стагнирует в Китае в 2011-2019 году. При этом по импорту нефти мы увидели в январе небольшой прирост. Это способствует тому, что, точнее это обосновывает тот рост котировок отчасти, потому что Китай является крупнейшим импортером нефти продуктов в мире. И год к году показатель импорта увеличился на 7,4%. То есть по промышленным металлам мы видим неприятную статистику. По нефти вроде бы все пока относительно неплохо, но в абсолютных цифрах конечно объемы импорта отразили крайне низкие значения и это накладывает большую тень на всю экономику Китая в первом квартале 2011 года. Вот сейчас на ваших экранах вы видите динамику импорта и крайне резкое снижение очень сильно неожиданное. Аналогичную ситуацию мы с вами видели в 2008 году и эти аналогии наводят на не очень приятные мысли. Поэтому будем с удвоенным вниманием теперь следить за ситуацией в Китае, за поступающими данными из второй по размеру экономики мира. Напоминаю, что вчера была опубликована статистика по индексу потребительских цен, по инфляции. Здесь мы вчера тоже утром получали очень неприятные цифры. Инфляция в январе состояла 4,5%, хотя рынок ждал снижения до 4%. Я напоминаю, что инфляция была главная боль монетарных властей Китая в 2011 году. В июле 2011 года инфляция достигла уровня 6,5%. На этом фоне, начиная буквально с 2009 года, Китайский Центробанк ужесточал свою денежно-кредитную политику, повышал ставки, повышал нормы резервирования по банкам. И во второй половине 2011 года инфляция начала отступать. Она довольно резко начала отступать. И все это позволило экономистам ожидать того, что Китай начнет смягчать денежно-кредитную политику. А смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к тому, что, в общем-то, оживает экономика, удешевляются кредиты, и все это приводит, в конечном счете, к росту промышленного производства и, еще раз повторюсь, росту всей экономики. Но вот рост инфляции, который мы увидели сами по январю, несколько снизил эти ожидания. И Китайский Центробанк сказал, что, в общем-то, инфляция остается главной проблемой для экономики страны. И здесь тоже пока не все так приятно, как хотелось бы. Поэтому все внимание на Азию. Все внимание на Азию. Здесь могут прийти не очень хорошие цифры в будущем. Так, про ЭТОС по зале. Так, дальше. Сегодня экономический календарь. Давайте, наверное, в день вчерашний загляну. На секундочку. Вчера приходил блок статистики из Греции. Вообще вся ситуация в последние дни характеризуется крайней неопределенностью вокруг ситуации Греции. Вроде бы вчера там о чем-то договорились наконец о списаниях сокращения расходов бюджета. И вроде каких-то договоренностях большой тройкой по поводу предоставления франша второго в 130 миллиардов евро. Но, в общем-то, передумали греческие политики, передумали представители еврогруппы. И сказали, что надо бы еще пересматривать бюджетные параметры. И по факту никаких договоренностей по Греции нет. Эта история будет длиться очень долго. Вчера получали мы статистику по Греции в 2 часа дня по московскому времени. Промышленное производство в декабре упало на 11%. Это крайне низкие значения и очень высокие значения падения этого индикатора. Безработица в Греции выросла до уровня 21%. Вот график динамики уровня безработицы 2009 года. Здесь такой очень резкий рост с 8% до 20% за 3 года. Так что, с моей точки зрения, Грецию ждет неминуемый дефолт. И об этом уже долго говорю, этого долго жду. Надеюсь, что все так и случится. И это будет, как мне кажется, наиболее благоприятным исходом для всего европейского сообщества. Поэтому здесь ситуация продолжит оставаться напряженной. Напоминаю, что 20 марта 2012 года грекам необходимо погасить 15,5 миллиардов евро по своим долговым обязательствам. И в том случае, если греки не получат спасительный транш от большой тройки, о котором я вам говорил, на 130 миллиардов евро, то, в общем-то, ждет у нас неминуемый дефолт по этой маленькой европейской стране, которая составляет 1,5 от европейской экономики. Казалось бы, такая мелочь, но вот такие масштабы все это дело приняло. Вот такой вот момент. Так, сегодня, 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 Василий уже, в общем, про календарю сегодня пробегался, поэтому запись эспрессо можете познакомиться на сайте youtube.com. Сейчас не будем уделять этому большого внимания. Фьючерсы на американский индекс в текущий момент теряют 0,6%, в общем-то, и здесь без каких-то особых движений. Весь день находится в таком даунсайде, и судя по тому, что Европа сегодня тоже будет открываться в минусе, открылась, и фьючерсы, в общем-то, даже никак не реагируют на американские индексы. Нет, какие новости, все, в общем-то, пока снижается. Так, на что хотел я с Вами о чем поговорить. Сегодня о двух вещах, наверное, начну с... Так, ну, про календарь чуть попозже у меня все время попадает сегодня. Интересная статья была опубликована сегодня на сайте zerohedge.com. Здесь речь идет про крупнейший облигационный фонд мира. Этот фонд называется PIMCO, я думаю, все знают, Билла Гросса и Мухаммеда Эль-Эриан. Это главы, соответственно, этого крупнейшего фонда облигаций. И о чем идет речь? Речь идет о том, что PIMCO очень быстрыми темпами наращивает свои вложения в американские ипотечные бумаги. Они же на английский лад называются MBS, Mortgage Securities Bonds. О чем это говорит? Это говорит о том, что крупнейший облигационный фонд в мире частный ждет того, что американский Федрезерв в ближайшей перспективе запустит программу выкупа активов, именно ипотечных активов. То есть это программа количественного смягчения в виде выкупа ипотечных бумаг. Мы видим, что на этом графике очень хорошо видно, что вложения в MBS, вот они красные линии проведены, достигли по фонду PIMCO максимальных значений свыше 220 миллиардов долларов сейчас фонд вложил в эти бумаги. Начал активно наращивать позиции в этих бумагах с май 2011 года. Кроме этого, нарастил очень сильно фонд покупки правительственных бумаг американских, американских Treasuries тоже свыше 200 миллиардов долларов. И при этом запасы наличности у фонда сейчас на исторических минимумах находится. Вот пунктирный зеленый график. Все это говорит о том, что крупнейший фонд ждет, что в ближайшей перспективе американский Федрезерв запустит программу количественного смягчения. То есть это прямое тому доказательство. Как правило, этот фонд редко ошибается в своих прогнозах. И все-таки он довольно сильно приближен к властям американским, монетарным. И, безусловно, все его действия обоснованы фундаментальными факторами. Поэтому, в общем-то, по полной загруженной портфеле сейчас крупнейшего фонда облигационного американскими ипотечными бумагами все это нам дает основания предполагать, что, скорее всего, ближе ко второму кварталу, точнее во втором квартале, ближе к маю-июню, Федеральная резервная система запустит третью программу количественного смягчения. Ну, про размеры пока говорить рано. Посмотрим, какой будет программа ЛПРО номер два. Программа предоставления трехлетних кредитов со стороны ЦБ крупнейшим европейским банкам. Вчера, напоминаю, банк Англии запустил свою, точнее не запустил, а расширил программу выкупа активов на 50 миллиардов евро. Мы этого с Вами, в общем-то, ждали, об этом тоже много говорили. Таким образом, банк Англии в 2012 году стал первым, кто решился запустить свой печатный станок 29, точнее 28 февраля, напомню, ЕЦБ запустил свой печатный станок с запуском программы ЛПРО номер два. Подробнее об этом Вы можете почитать на нашем сайте brokercap.ru. Вчера статья по этому поводу вышла. Все подробно описано, Вы поймете, о чем идет речь. И, в общем-то, 2019 год пока что подтверждает свое название года печатных станков. И банк Англии, в общем-то, стал первым в 2012 году. Ждем ответов от ЕЦБ 29 февраля, 28 февраля и далее от ФРС. И, соответственно, я Вам сейчас сказал, что фонд PIMCO, в общем-то, делает, действительно, важную лету вносит в то, что QE3 будет запущена в 2012 году, в середине года. Вот такие мнения бытуют. На текущий момент давайте к профстандарту далее перейдем. Сегодня были опубликованы результаты продаж, операционные результаты за 2011 год. И результаты эти оказались очень сильными. С ними Вы можете ознакомиться на сайте FarmStandart.ru На главной странице. И что я вынужден отметить. Просто эта компания очень нравится нам с Василием и мне в особенности. Очень много мы про нее говорили. И отдельный видео-брифинг посвятили в формате про акции, который мы с Василием также выкладываем на нашем канале на YouTube. Можете ознакомиться, по-моему, в ноябре мы про нее говорили. Что здесь важно отметить, что продажи FarmStandart в 2011 году выросли на 43%. На 43%. При этом котировки, если Вы посмотрите в своих терминалах торговых, в общем-то, снижались весь 2011 год. Мы обратимся с Вами к финансовой отчетности по FarmStandart. Я здесь ее отдельно посмотрел. Вот сейчас на ваших экранах динамика по полугодиям по FarmStandart. Дело в том, что он публикует свою отчетность за полугодие. По квартальному не дает. Что мы здесь отмечаем? Вообще FarmStandart у нас довольно такой сезонный бизнес. Имеет некоторый характер сезонности. Давайте посмотрим 2008 года, 2009 года. Первый квартал 2009 года, точнее первые полугодия 2009 года, чистая прибыль была, соответственно, в районе 2,5 миллиардов рублей. Но она редко выросла во втором квартале 2009 года, там как раз осенний период, когда больше всего, соответственно, люди в большом количестве идут в аптеке, болеют часто. Аналогичная ситуация повторилась в 2010 году, когда чистая прибыль в первом квартале была ниже, чем во втором полугодии 2009. Но во втором полугодии 2010 года она стала выше, также намного выше, чем в первом квартале, чем в первом полугодии. По 2011 году, что мы с вами имеем, то что чистая прибыль за первый квартал, за первое полугодие, извините, пожалуйста, была практически на уровне 10 года, второго полугодия. И, судя по динамике предыдущих периодов, СМИ предположить, что данные по второму полугодию 2011 года превзойдут данные за первое полугодие 2011 года. Все это должно лечь в основу того, фундаментальную основу того, что котировки фармстандарта могут ближе к релизу финансовой отчетности за 2011 год и за второе полугодие 2011 года неплохо подрасти. И все к этому пока что идет. По крайней мере, та отчетность операционная, которая сейчас обувлекована на сайте за 2011 год, всецело это подтверждает. Поэтому я призываю вас не полениться, обратиться на сайт компании и плотненько изучить результаты продаж за 2011 год по компании фармстандарт. И действительно, бумага мне кажется привлекательной. И несмотря на то, что сегодня рынок падает, бумага очень неплохой рост показала на самом деле. И некоторые объемы появляются в последнее время по бумаге. Это тоже хорошо очень видно на дневных графиках. Но это скорее инсайдерские покупки в ожидании хорошей отчетности. Так что давайте посмотрим на бумагу. И ближе к официальному релизу я бы плотно присматривался к динамике акции фармстандарта. Так, давайте про российский рынок поговорим в двух словах. Ну что здесь сказать. Вчера мы с вами ожидали снижения. Правда снижения я ждал до уровня 1540 пунктов. И как нижнюю цель. Но пошли мы немножко ниже. И так, график у нас часовой, да. В общем-то мы сейчас пробиваем по всей видимости восходящий тренд, который мы сформировали узкий с начала 2012 года. Но тренд, который мы сформировали с декабря, такой с 2011 года среднесрочный восходящий тренд, о котором мы с вами очень много говорим, он по-прежнему остается в силе. До тех пор, пока индекс подберется к нижней границе этого тренда, он подтянется повыше и по всей видимости будет в районе 1510-1515 пунктов. Ну вообще для меня контрольное значение 1515 пунктов. И в общем-то по этой неделе, ну за себя скажу, что я ожидал снижения. В прошлой пятницу мы с вами смотрели недельный график индекса МВБ и я отмечал тот факт, что приблизились мы к верхней границе канала Bollinger на недельном графике. Как правило эти уровни выступают очень сильным сопротивлением и благополучно от этого уровня мы, в общем-то, верхнего отскочили на недельном графике по индексу МВБ. Шесть недель подряд рос индекс МВБ и, в общем-то, стоило ожидать, следовало ожидать того, что на этой неделе не все будет хорошо. Но довольно сильные продажи, конечно, мы видели, в основном они сосредоточены в бумагах Роснефти и ВТБ. Ну вот, в общем-то, надеюсь, что сегодня ситуация все-таки несколько изменится и мы удержимся на текущих уровнях. То есть я бы ставлю цель снижения уровень 1515 пунктов, но скорее я перенесу эту цель на следующую неделю, на следующую неделю. А сегодня все-таки думаю, что постараемся текущие уровни мы сами удержать. Существенно выше, может быть, и не пойдем, но и существенно ниже я бы, наверное, скорее тоже не ждал, потому что сформировался на часовом графике узкий канал нисходящий. Сейчас мы как раз у нижней границы этого канала торгуемся, поэтому вполне можно ожидать того, что индекс будет себя в ближайшие часы неплохо чувствовать. Что касается индекса РТС, а точнее фьючерса на индекс РТС, то здесь картина не очень приятная. К сожалению, он напоминает, что РТС у нас в долларах выражается и здесь валютные колебания пары доллар-рубль большое имеет значение. Но на дневном графике, в общем-то, мы видим разворот тренда по фьючерсу на индекс РТС и он себя будет хуже чувствовать, естественно. На графике самого индекса РТС мы видим, что, как и ожидалось, мы сами об этом говорили на этой неделе, индекс подобрался к важному уровню поддержки. Сопротивление, точнее этот уровень сформирован в 50% коррекции по FIBO от максимума 2011 года до минимума 2011 года. Благополучно до этих уровней дошли чуть выше уровня 1650 пунктов и развернулись. Важное техническое сопротивление, как ни крути. Но возможная цель коррекции это уровень 1550 пунктов. Довольно низко она, правда, находится. Но в целом, мне кажется, что тренд среднесрочно восходящий на российском рынке сохраняется. Сейчас мы видим просто коррекцию к тому росту, который мы с вами видели. И в конечном счете, мне кажется, что до лета мы еще успеем побывать в районе 1760-1770 пунктов. По индексу RTS. И потом уже развернемся вниз. Такой будет, как мне кажется, серьезный залив вниз по индексам. И потом уже осенью, скорее всего, начнем восстанавливаться снова вверх. Почему я думаю, что сейчас у нас лишь небольшая коррекция будет. Дело в том, что, еще раз напомню, 28 февраля 2019 года ЕЦБ зальет ликвидностью очередной свою банковскую систему и существенно снизит системные риски в экономике европейской. И это должно поддержать, в целом, спрос на рискованные активы. Но я не говорю про евро, потому что с тем учетом, что резко расширится баланс ЕЦБ, единая европейская валюта, как мне кажется, будет находиться под серьезным давлением до того момента, пока ФРС не запустит свою программу количества смечения и несколько сравняет балансы между ЕЦБ и ФРС. В общем-то, такие вот ожидания. То есть, с моей точки зрения, сейчас мы наблюдаем просто коррекцию к сильному росту, но среднесрочный восходящий тренд все-таки остается в силе. Ну, в общем-то, сбылись прогнозы на эту неделю, за это я спокоен. Скорее всего, в общем, подробнее на следующей неделе, я думаю, мы с вами в понедельник поговорим сейчас, пока не буду рисковать делать каких-то прогнозов. Не думаю, что сегодня существенно мы отойдем от текущих уровней. Вот такие мои ожидания на сегодняшний день. На этом, наверное, буду завершать наш дневной видеобрифинг. Всем большое спасибо за внимание. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы в чате, если таковые будут иметься. Всем до встречи, до свидания до понедельника. Всем хороших выходных и всем хорошей пятницы. До встречи!